МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она прославилась далеко за пределами республики, на востоке, как санинструктор Тихоокеанского флота. Звание героя. Много это или мало, с учетом того, что сотворила Мария Цуканова. Молоденькая девушка-санинструктор в бою за корейский город Саисин 14 августа 45-го была в гуще сражения. Она оказала медицинскую помощь и вынесла на своих хрупких плечах из-под обстрела 51-го раненого матроса. Была ранена и зверски растерзана японскими самураями. Один день жестокого боя, и наша Маша навечно ушла в героическое бессмертие, подарив еще одну жизнь более чем полусотни солдат. Единственный на всю Хакасию памятный бюст герою Цукановой расположен на территории школы в таежном и тихом поселке Орджоникидзевский. Здесь она училась три последних школьных года, после чего уехала в Иркутск. Спустя десятилетия учителя, ученики, да и сельчане хранят память о Марии Цукановой. Кстати, здесь до сих пор стоит парта, за которой она сидела. Есть замечательные слова Марии Цукановой. Мы часто очень день произносим из выступления на комсомольском собрании. Я еще мало живу на свете и жизнь люблю больше всего. Но если бы я оказалась на месте Матросова, я бы поступила так же, потому что родина для меня дороже жизни. Мама очень долгий период времени не знала о том, что Маша собирается на фронт. Вот она, та самая парта под толстым слоем краски. За ней Маша училась. Какие оценки получала, об этом никто и не вспомнит. Но здесь все знают, она очень любила природу и вокруг всегда бурлила жизнь. В Орджоникидзевском сохранился старенький дом, где Мария Цуканова жила со своей семьей. Сегодня тут пусто, но сельчане мечтают сделать из него музей имени героя Советского Союза, павшей смертью храбрых. Не хватает лишь щедрого мецената. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова